Приветствую вас, дети Земли и Солнца! Вопросы, которые вы иногда задаете, отражают ваши старые привязки к эгрегору общества, привычки и стереотипы, принятые в нем. Вы стремитесь к изменениям, но ваши представления о них вытекают из общих шаблонов, причем часть вашего мышления постепенно отходит от этого, хотя не может пока дать четкую картину новой жизни, и поэтому предлагает программы изменения, заложенные в общем поле. Возникает разрыв между уходящим прошлым и рождающимся новым моментом. Есть интуитивное понимание, что он имеет принципиальное иное качество, отличное от старого. Это касается всего образа бытия, осознания и представлений о жизни и опыте, который вы намерены пройти. Все теперь строится на иных шаблонах. Сегодня физический аспект имеет другие характеристики и возможности, когда входит в пространство своего опыта. Он осознанно включается в процесс исследования, не просто как объект, а как тот, кто имеет права и обязанности развиваться как творение Божье, отвечая за свои действия и поступки и принимая их значимость в развитии. Такой человек строит свою жизнь, исходя не из общественных установок, например, морали, а прежде всего из внутреннего устремления, и помнит при этом, что все также имеют права и обязанности как творение Божье. Вы начинаете принимать себя с позиции части единого, которая исследует и заполняет своими индивидуальными способностями пространство его опыта. При этом не все происходящее становится сразу очевидным и понятным вам, оставаясь закрытым чем-то привычным и знакомым. Вы как будто смотрите на дверь закрытой комнаты и знаете, что за ней что-то есть, но пока вам это недоступно. Открыв ее, вы увидите и поймете многое, а затем решите, что вам из этого взять, а от чего отказаться. В настоящий момент вы оглядываетесь вокруг и замечаете, что все знакомо и внешне нет ярких изменений, которым вы стремитесь. Ваши представления о каких-либо преобразованиях пока еще во многом идут из внешнего общечеловеческого поля. Я же говорю о внутренних определениях, каких-то трансформаций и отражении их в пространстве. Человек долгое время строил свою жизнь, основываясь прежде всего на том, что нужно обществу, семье и так далее. Он на какой-то миг забыл о своей божественной составляющей, отдав часть собственной свободы и ответственности внешним требованиям и представлениям, жил исходя из них и стремился к данным извне идеалам. Сегодня вы вспоминаете о своей божественной сути и ищите совершенства внутри себя. Таким образом, вы стремитесь к изначальной точке своего творения, одномоментно стараясь сохранить свой индивидуальный опыт развития. Ваш путь уникален и вносит в полотно Творца множество ярких красов. В своем развитии вы проходите различные стадии, оставаясь творением единого, со всеми присущими ему характеристиками. В процессе познания вы приобретаете свои индивидуальные черты, а божественная составляющая, которая является вашей основной, дает вам часть мощи и силы единого. При этом многое для вас является откровением, которое вы исследуете, что делает притягательным процесс получения опыта. Поначалу, находясь в неведении, человек постепенно открывает для себя много нового, окрашивая его собственными красками, что придает завершенность и утонченность полотну творения. Сейчас вы оглядываетесь и пока не видите, какую еще палитру использовать, чтобы получить другой рисунок. Именно внутренние устремления и намерения позволят найти их и получить картину иного качества, более объемную и яркую. Внутреннее сосредоточение и уверенность в правильности выбранного решения помогают ее завершить. Внешний мир создает фон, который обрамляет ее и делает более заметной, не отвлекая при этом внимания от самого творения. Вы и ваша жизнь есть написание такой картины, где одно играет роль самого живописного полотна, а другое – роль рамки. Как это отличить? Там, где сосредоточено ваше внимание – картина, остальное – оправа. При этом в одном случае можно сделать притягательной и яркой либо картину, либо рамку, в другом – стремиться к равновесию и гармонии между картиной и обрамлением. В пространстве Творца все интересно и значимо. Здесь проявляется свобода выбора для творений Божьих. Все идет, как должно. Спасибо. Санат Кумара Через Ольгу Протасову Через Ольгу Протасову